Представляю вашему вниманию самый быстрый суперкар во вселенной! Друзья, всем привет, с вами Димас из Батайска! Добро пожаловать в новый выпуск, в котором я наконец-то добрался до McLaren 720S и уже в России без номеров! Поэтому я покажу вам настоящий драйв, адреналин и, в принципе, эмоции от этой тачки, потому что в предыдущий раз, когда я катался на нем в Дубае, это было просто невозможно! На этой тачке нужно кататься только без номеров! Ну что, погнали! Я сейчас буду сравнивать этот автомобиль сугубо в сравнении с моим опытом в Дубае, потому что там я катался на убитом прокатном McLaren 720S, у которого было ограничение мощности, вылазило невероятное количество ошибок и сейчас я наконец-то в нормальном, адекватном, в идеальном McLaren в России без номеров! Что вытворяет эта тачка? Ай, какой это кайф! Адреналин поднимается просто невероятно! Я не могу остановиться! Эта тачка как будто создана для шашек! Короче, посадил Алину в McLaren! Почему? Не надо, типа одной рукой не держать! Я забыл! Спорт-режим включить забыл! Нет, я тебе поддержу! Подержи телефон, пожалуйста! Блин, какой красивый ракурс и кадр с айфона! Гораздо лучше, чем с чего-либо еще! Ха-ха! Алина ногой тормозит! Ха-ха-ха! Скорость, на самом деле, не ощущается! Э-э-э-э! Мерседес! О, правильно, красавчик! Блин, эта тачка для шашек! Что она вытворяет, да? Вот что она вытворяет! Просто! Вот как будто я сижу, передо мной она заканчивается и вот со спиной сразу! Я прям вот как будто сам на ногах обгоняю! Офигеть! 210 км в час в компьютерной графике не ощущаются вообще! Ну, как будто вот я еду, ну, 80! Фух! Ну что, как тебе? Вот теперь расскажи! Сейчас, дай я тебе петличку дожду! Интервью! Нет! Просто, как тебе тачка? Как мне тачка? Ну, на самом деле, она мне нравится! Все поняли, да? BMW M4 круче! Какая... Да что ты сказал? Нет! На самом деле... Я перепутал! Просто M-ка круче! Нет! На самом деле, из всего, что я ездила, не трековая, а гражданская, это самая, наверное, эмоциональная машина! Ты что скажешь? А по сравнению... Что скажешь по сравнению с Хураканом? Перфомантом? Ну, мне кажется, что перфоман-то как-то менее страшно! Ощущение того, что он увереннее стоит на дороге! Он стабильней, и ты меньше переживаешь за него! Да! А тут может произойти вот так! Просто может тачку кинуть, потому что задний привод... Все! Да и полный может кинуть, но задний, это... Шанс увеличивается в четыре раза! Эта тачка обладает огромным количеством уникальных фишек, которых нет, в принципе, ни в одной другой марке! Все-таки McLaren на втором месте после Ferrari по количеству выигранных гонок в Формула-1, и отчасти поэтому у них все выточено до идеала, включая аэродинамику! Посмотрите на эту тачку, и, в принципе, я думаю, сомнения отпадут! Во-первых, она нереально красивая, во-вторых, все формы максимально обтекающие для большей аэродинамики и обтекаемости! Просто посмотрите на эти фары! Потоки воздуха заходят прям под фару и выходят сбоку здесь же из бампера! Двери необычные, двойные двери! Для чего, по вашему мнению, сделали дверь, которую я могу засунуть руку полностью? Вот, смотрите, полностью засунул! Все сделано для охлаждения, для аэродинамики! Ну, честно, такого в других марках я даже не видел! Настолько, чтобы тачка была продуманной! Эта тачка оснащена четырехлитровым V8 с турбонагнетателем! Но фишка этого мотора не только в его мощности 720 сил, я думаю, догадались по названию тачки McLaren 720S, но и в том, что он расположен так глубоко, что его физически даже не увидеть! Почему здесь нет прозрачной крышки, как, например, в Ferrari или Lamborghini, где также средимоторная компоновка? А потому что двигатель прям чуть ли не лежит на асфальте! Его физически не увидеть! И, соответственно, добраться также отсюда невозможно! И да, на данный момент 2021 года он все равно самый быстрый среди всех суперкаров! Хотя выпустили его еще в 2017 году! А этот автомобиль 2018 года с пробегом 5000 км был куплен недавно за 23 миллиона рублей! А знаете, почему он самый быстрый? Да потому что разгон от 100 до 200 км в час здесь всего 4,5 секунды! А это быстрее, чем у Bugatti Veyron! Коробка передач здесь семиступенчатая, с двойным сцеплением, работает очень быстро! И даже лепестки распознают прикосновения твоих пальцев для того, чтобы молниеносно в нужный момент переключиться! Вот, допустим, я еду сейчас на шестой передаче, вот следите за моими движениями! Раз, два, три, четыре, пять, шесть! Первая передача! Щелкает, как семечки! Просто! Бам! Бам! Скайпа вообще! В плане техники, динамики здесь не докопаться! Бесспорно, я бы даже сказал, лучший суперкар просто! Потому что все, что лучше, это уже гиперкары! Помимо того, что двери тут максимально функциональные, так они еще и выглядят! Посмотрите, как! И самое крутое, что я считаю, выделяет эту тачку по сравнению с той же Ламбой, опыт, с которой у меня имеется и с Кураканом и Савентадором! Это в том, что двери открываются очень удобно и садиться сюда нереально легко и просто! Вот посмотрите! Я просто ставлю сюда ногу, бам! И сел! Ничего невозможно задеть! Ничему не помешать! Очень низкий порог и переступаешь ты его за мгновение! Ну серьезно! Просто бам! И вышел! Все! Еще раз! Залез! Ну чуть-чуть сложнее, чем выходить из М4! Смотрите на эту красоту! Вот! Что за космос? Я считаю это безумие! Смотрите, какое количество стекол вокруг твоего обзора! Давайте их почитаем просто! Один! Два! Три! Четыре! Пять! Лобовое! Шесть! Семь! Восемь! Девять! Десять! Просто десять стекол вокруг тебя! Из всех тачек, которые я владел, нигде не было такого обзора! Ни в одной М, ни в Audi RS6! Вот я оборачиваюсь и вижу идеально все! Мертвых зон практически нет! Они отсутствуют в принципе! Все сделано для комфортного передвижения на каждый день! Кстати, как такое возможно, что цена на данный автомобиль среди всех конкурентов ниже всех! И считается довольно доступной! Ну и сравнивать опять же с конкурентами, а не в принципе! А не просто с тачкой! Этот автомобиль был везен из Европы! А если автомобилю больше трех лет, то стоимость растаможки составляет менее двух миллионов рублей! И автомобили такие в Европе продаются 18-18 миллионов рублей! А то и дешевле есть по 15! Плюсуем сюда затраты за перевозку, за растаможку и у нас выходит вот эти 20 миллионов рублей! Чего не скажешь о новых автомобилях! Именно поэтому эта тачка 2018 года! Ух! Если бы мы захотели такую тачку завести новой, ну или допустим версию 765LT, которая вышла как трековая версия 720-го! И он едет, кстати, уже 4,3 секунды, это вообще безумие! Так вот, если мы хотим его приобрести в России, то нам необходимо примерно 45-50 миллионов рублей! Помимо всего великолепия, чем обладает эта тачка, все же здесь можно найти огромное количество косяков, которые никак не вяжутся с автомобилем за свою стоимость! Например, открываем двери, смотрим и обнаруживаем какой-то патрубок, который, ну, стоит, наверное, рублей 50! Подходим сюда и обнаруживаем вот это! У меня, если честно, нет слов! Во-первых, покрашенная, ну, точно не для тачки за 20 плюс миллионов рублей, а максимум за миллион рублей! Какой-нибудь Renault Logan и то качественно не красится! Здесь обнаруживаем резинку, которая отходит сама по себе! Это что такое? Это что такое? Посмотрите, как здесь собрана дверная карта! Вот, любуйтесь! Этого не должно быть, но это есть! Вот, посмотрите, насколько тут пластик, который обшит алькантарой, гуляет! Причем эта тачка стоит больше 23 миллионов рублей ву-состоянии! Тут есть подкрылок, в который залезает палец! Прям как в пизду твоей подруги! Ну, а салон в этом McLaren самый простой среди всех конкурентов! Посторонние шумы, посторонние звуки, какие-то скрипы! Вот есть особенность на каждом McLaren, ну, 720-ом точно! Есть очень раздражающий писк! И вот это ты слышишь на протяжении всей поездки за рулем этой тачки! Он тебя раздражает всегда и везде! Поэтому, кто будет кататься впервые на McLaren, не удивляйтесь, когда услышите всякую непонятную дичь! Он издает самые раздражающие и противные звуки! Ну и в сравнении с теми же Porsche, Lamborghini, Ferrari, салон здесь не сравнится по качеству сборки! Самый дешманский пластик, самые дешманские материалы! Вот так можно описать интерьер в McLaren! Но, если честно, вообще похуй на все это! Потому что он может дарить вот такие эмоции! Уфф! Сразу забываешь про все косяки в интерьере и экстерьере! Ну так, ускоряемся! Ой, бля, ебать его с носа! Страшный пиздец! Эта тачка для тебя, если ты расстался с девушкой, поссорился с другом, уволили тебя с работы, потерял очередные 100 долларов или 100 тысяч долларов, или просто день не задался, ты садишься в эту тачку и нажимаешь газ в пол! И сразу улыбка до ушей, настроение поднялось, забыл про все проблемы! Едешь на чиле на расслабоне с кайфом! И наслаждаешься этой жизнью! Именно поэтому и нужно зарабатывать деньги, чтобы получать такие эмоции и получать от жизни максимум! На самом деле у меня цель этого выпуска не сделать обзор на эту тачку, а просто показать, какое наслаждение может придать тебе обычная железка, обычный автомобиль! Но не за обычную стоимость! Если вы думаете, что купить такую тачку просто нереально, особенно если у тебя небольшая зарплата, ты работаешь в найме, я тебе скажу один факт, просто факт! Купил эту тачку парень, которому 22 года и заработал на нее самостоятельно меньше, чем за месяц! И это при том, что он начинал с работы в найме за среднестатистическую зарплату! Ну а способов заработать на эту тачку просто огромнейшее количество! Хотите, я вам раскрою секрет, как мыслят самые богатейшие люди на земле? Они постоянно в мыслях о поиске нового способа заработка! Они всегда в динамике, они никогда не останавливаются, они никогда не стагнируют, они всегда ищут новый способ, новое направление для заработка! И совет вам, никогда не нужно закрываться! Вот лично я каждый день изучаю что-то новое, какое-то новое направление, какую-то новую бизнес-идею! И я не боюсь пробовать, экспериментировать, даже если нужно какие-то суммы вкладывать! Даже если я потеряю деньги на пробе чего-то нового, какого-то нового направления, я все равно получу опыт, который гораздо дороже для меня лично! И в долгосрок он окупит эти потери в десятки, а то и сотни раз! И если вы ничего не делаете, ничего не пробуете новое, у вас, соответственно, ничего нового и не появится! Пока ты, блять, сам не поднимешь свою жопу с кровати, ничего не изменится! У тебя никогда в гараже не появится такой McLaren и подобные вещи! Поэтому начни с себя и ебашь 24 на 7! Как делаю лично я? Вижу потенциально крутое направление, я беру и вот круглосуточно его изучаю! У меня уже глаза красные, болят по жести, я не прерываюсь! Я просто сижу с ноутбуком ночами напролет, днями напролет и изучаю! Может быть я не совсем корректно излагаю свои мысли, но пока ты не увидишь результат под своей собственной жопой, ты не имеешь права себе позволить не ебашить 24 на 7! Не вкладываться полностью в это! Если ты солидарен со мной в этом, ставь лайк прямо сейчас! Ну и напиши комментарий, если вдруг нет! Что ты вообще об этом думаешь? Кстати, как один из способов заработка, которых появляется с течением времени все больше и больше! Разрастаются они, наверное, в геометрической прогрессии! Инвестиции в NFT! Может быть вы слышали сейчас тренд NFT? Это когда какое-то произведение искусства или картинка, видео, анимация, что угодно, публикуется в сеть и продается на аукционе, допустим! И любой человек может приобрести и владеть только ею! У нее нет копий, то есть она в единственном экземпляре! Так вот, рассказываю случай, который произошел буквально на днях! Существует коллекция Эддер Рок! Это коллекция из 100 картинок с камнем! Вот примерно так это выглядит! Ее создали в 2017 году как одну из первых коллекций! И ровно три недели назад один из инвесторов купил одну из этих 100 картинок за 1.7 эфира! Это примерно 5000 долларов! Он купил за 5000 долларов какую-то картинку в интернете вот этого камня! Подумайте, он сумасшедший! Но не тут-то было! Ровно через 19 дней он ее продал за 1.300.000 долларов! Купил за 5000 долларов, продал за 1.300.000 долларов! Как вам такая инвестиция? И это просто выросла стоимость NFT! Ну и стоимость всей коллекции! И таких тем огромнейшее количество! И их с каждым днем все больше и больше! И именно в данном случае не нужно даже вставать с кровати! Но это прям исключение из исключений! Представляете, парень просто из кровати купил какую-то там картинку камня и продал на 1.300.000 долларов дороже! Это безумие! В это сложно поверить, но это реальность! Итак, открываем капот! Багажник то есть! Охренеть! Сколько тут места! Это просто жизнь! Смотрите, что я могу сделать! Сразу сходу! Я поместился полностью в багажник своим ростом 186 сантиметров! Как вам такое? Смотрите! Фирменная жилетка от McLaren! Давайте мы ее примерим! Как вам стиль? Но это на случай, если вы разъебались жестко в тотальный лист и McLaren надели и ходите радуетесь! Итак, друзья! Молниеносно придумал конкурс! Я разыграю эту жилетку от McLaren среди тех, кто напишет комментарий! Абсолютно любой среди рандомных комментов я разыграю эту жилетку через ровно неделю после выхода этого видео! Поэтому пишите как можно больше! Ограничений никаких нет! Я думаю это стиль! И знаете, я мечтал поснимать этот McLaren, потому что он новый, без учета, без номеров! И как назло! Хотя это должно быть к счастью! Но меня ни разу не остановили сотрудники ДПС за все время съемки этого тест-драйва! Ни разу! Хоть бы раз остановили! Без номеров катаюсь! Ну а когда вы уже привыкли к тачке, эмоции подутихли, вы можете делать вот так! Ха, она и не дает мне это делать! Я не могу на McLaren выключить стабилизацию, ну ладно! Куплю свой, тогда буду уже учиться и пробовать как это делать! Ооо! Вижу Хуракан! Эва! Ооо! Газпол! Поехали! Мне кажется, это прокатная тачка! Блин, какой же сочный Хуракан! Вот с виду тоже очень красивый! Но чтобы вы понимали, вот эта новая тачка едет на полторы секунды медленнее, 100-200, чем это! Ооо! Поехали! Давай! Давай! Не бойся! Ах! Он с номерами боится под камерой проезжать! Если честно, водитель Хуракана был взрослый человек, но ему под 40 плюс! И они все смотрят и видят здесь меня, 24-летнего пацана или владельца этой тачки, которому вообще 22! И думают, вот пиздюк мажористый сидит! Но на самом деле, самый чистый кайф – это водить такие тачки в молодом возрасте! Когда ты на максимум можешь впитать эти эмоции! Потому что, когда ты старичок, я думаю, кайфа от вождения таких суперкаров уже гораздо меньше! Ты уже, в принципе, физически меньше можешь воспринять! Твой организм гораздо слабее, твоя реакция хуже! И так можно перечислять до бесконечности! А гонять и по-настоящему наслаждаться этими тачками – самый идеал – это как раз-таки в возрасте 20, 25, ну ладно, 30 лет! Поэтому, что могу сказать, друзья? Поставьте себе цель как можно раньше заработать на какой-нибудь хотя бы суперкар! Судя по тому, что вы смотрите мой канал, вам интересна тематика и, соответственно, автомобили! И, соответственно, купите себе уже какой-нибудь McLaren 720S, Huracan или Ferru! Итак, друзья, смотрите, кого я встретил на парковке! Это же MINI John Cooper Works! Моя, по сути, первая такая более-менее эмоциональная тачка! Понятно, что McLaren безумно красивый, безумно невероятный космический, но я смотрю на этот MINI Cooper и мне он нравится, ну, ничуть не хуже! Вот так он мне в душу запал, что MINI до сих пор в моем сердце! Вот с чем, с чем я думал можно сравнить обзор внутри McLaren 720S? Вот, наверное, только с MINI Cooper, потому что у него лобовое чуть ли не вертикальное, он такой же маленький, вокруг смотришь – обзор идеальный! Ну, тут даже еще будет лучше, я вам честно говорю! Ладно, пойду визуализировать, позавтракаю с видом на этот McLaren! Смотрите, что я встретил на дороге, друзья, это GT3! Это просто безумие! Я опять подъехал к этому GT3, думал, там сидит молодой парень, предложить ему встать, заехать или, может быть, поснимать его тачку, но за рулем сидит мужик лет под 50! Очень редко кого встретишь молодым за рулем сейчас! Современные новинки дороже 15 миллионов рублей! Во, братики останавливают! Второй – БПСБ! Кто из Москвы, тот меня поймет! Вот и накаркал, друзья! Вот просто! Смотрите, до Сити не доехал чуть-чуть! Да, вот, все! Что еще раз? Что получилось? Ээээ... Все, слева! Вот заезжаешь ты на парковку, и вот что тут есть! BMW 8, Rolls-Royce, вот тут GELIC, SLS, Aventador, мотоцикл, еще один Bentley, но уже Mulsanne, тут Porsche Taycan, Rolls, BMW M5 CS, очень сочная, но, к сожалению, очень неудобная. Ковши у нее максимально неудобные, точно не для M5. Escalade с мини-купером, вот такое вот противостояние, на контрасте чисто по ходу владелец двигается. Panamera S-класс, RS7, что тут у нас? Bentayga Bentley, M5 такая сочная, фиолетовая, Mercedes, Porsche, Esky, новый 911 в Nardo Grey цвете, очень красивый. Еще один Bentley Continental GT, новый, еще один 911. Так, очередные там X6M, тут еще одна Bentley, кстати, смотрите, красная, на красном же салоне. Новая Continental GT, очень красивая. Так, 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 Хураканчик обычный. Смотрите, какой контраст. Но вместе они, конечно, очень грозно выглядят. Вот такой вот комплектик, хотели бы вы себе? Смотрите, моя посадка, руль вровень с колесом. Охренеть, просто руль и колесо. Едем дальше. Вот там стоит Rolls-Royce Cullinan синий. Два жирных вот таких Gellic, сочных. Так, здесь один Rolls, здесь второй Rolls. Gellic 4х4, третий Rolls Cullinan. Так, 911. М5 в такой расклейке с карбоновым капотом. А, кстати, напишите в комментариях, если б вам дали на выбор три тачки из всего этого парка, который я вам показал. Какие бы вы выбрали? Напишите в комментариях. Вот три, именно три. Все-таки я нашел еще один минус этой тачки. Ай, просто пизда. Я сейчас защемил палец, закрывая вот так вот, смотрите. Вот эта фигня вот сюда вошла. Ааа, это просто пиздец. Идем дальше. Тут стоит такая вот новая Ferrari F8 Tributo. Смотрите, сколько здесь парковочных мест. Вот одно такое место, одно, стоит от 5 миллионов рублей. Если близко к лифту, то и дороже. Просто вдумайтесь. 5 миллионов рублей. А в каких-то регионах можно квартиру купить за 400 тысяч рублей. А здесь вот такой вот очерченный прямоугольник 5 миллионов. Это просто для кого-то может показаться дичью. Ну, такие вот цены в Москве. Помимо всех перечисленных выше уникальных особенностей этой тачки, тут еще и есть. Угадайте, что. Доводчики дверей. На суперкаре есть доводчики дверей. Это просто невообразимо. На своей памяти не припомню ни один суперкар, где есть доводчики. Да, более того, нет доводчиков даже на М3, М4, С63С и подобных авто. А еще одну фишку, которую я забыл рассказать. В сравнении даже с М4 эта тачка не сильно жестче. Я бы даже сказал, ну, примерно на одном уровне. То есть она для города и достаточно мягкая, с самым лучшим обзором, самая быстрая, комфортная и без номеров. Что может быть лучше? Наверное, ничего. Ну и на этом я хочу завершить выпуск. Друзья, искренне желаю каждому завладеть подобной тачкой, чтобы вы ощутили такие эмоции и получали их ежедневно. Ну а всем благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам вообще такая тачка, как вам такая рубрика, что мне снять следующее самое главное. Ну и смотри мои другие выпуски. С вами был Димасик, на связи.